12 апреля участие Армении в трехсторонней встрече с участием Соединенных Штатов и Европейского Союза пролило некоторый свет на ряд региональных вопросов. Первый из них заключается в том, что Армения полностью изолирована, находясь под зонтиком Запада на Южном Кавказе. Армения, которая потерпела тяжелое поражение во Второй Карабахской войне, считает Кремль главной причиной этого поражения и считает, что в противном случае Карабах мог бы остаться под оккупацией Еревана. Однако быстрое изменение геополитической ситуации больше не зависело от шагов, предпринятых России или Западом, где нашла убежище Армения. Момент освобождения Карабаха и прекращения агрессии Армении против территории Азербайджана был подходящим временем для этого. Теперь Армения думает, что с этого момента для страны все будет более комфортно и перспективно после ее полного подчинения ЕС. Кроме того, Ереван, который чувствует себя сказкой в Лиге Запада, все еще надеется на возвращение Карабаха, а также на защиту четырех оккупированных деревень. Однако открытые отношения Запада с Азербайджаном не указывают на это. В любом случае, Европейский Союз и Соединенные Штаты считают бессмысленным возвращаться к вопросу территориального разделения, то есть к демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Потому что каждая сторона, кроме Еревана, знает, что достижение полного отделения Армении от России — единственная цель Запада. Что касается объединения Запада с Арменией и оказания какого-либо давления на Азербайджан, то это вообще не отражает реальность. Потому что для Запада было бы крайне слабой политикой вступать в союз со слабым государством, таким как Армения, и угрожать государству широкими возможностями, такому как Азербайджан на Южном Кавказе. Когда Азербайджан выразил свою озабоченность по поводу встречи 5 апреля, Запад отреагировал адекватно и не оставил вопросы Азербайджана без ответа. Это был дипломатический жест, отражающий расчет Запада с Азербайджаном. Хотя участие Азербайджана в этой встрече важно, секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкин лично позвонил президенту Ильхаму Алиеву по телефону и заранее проинформировал Азербайджан о целях встречи. В беседе с Блинкином президент Азербайджана выразил свое согласие с положениями заявления, согласованного на встречи в Праге в 2022 году, и отметил, что ложные заявления Франции и других сторон об Азербайджане служат лишь усилению напряженности на Южном Кавказе. Тот факт, что президент Азербайджана затронул тот же вопрос на своей встрече с Мевлюдом Чевушаглу, членом Великого национального собрания Турции и главой делегации Парламентской ассамблеи НАТО, и подчеркнул, что трехсторонняя встреча 5 апреля является политикой, направленной конкретно против Азербайджана, доказал, что Запад действует по двойным стандартам. Конечно, и Запад, и Европейский союз выдвинули несправедливые обвинения против Азербайджана. Например, лишение по оси азербайджанской делегации права голоса. Франция, называющая Азербайджан агрессором и утверждающая, что он якобы подстрекает к нападению на Армению, а также предвзятые действия Европейского парламента и Совета Европы против Азербайджана с 13 сентября позволяют четко определить основное направление этой встречи. Кроме того, скучность встречи и тот факт, что она не вызвала ажиотажа, как это было представлено Арменией, служат для сокрытия того факта, что объяснения Запада Азербайджану не соответствуют действительности. США и ЕС, хотели заверить Азербайджан, что меры, запланированные в отношении Армении, не были направлены против Азербайджана. Но есть серьезные основания не удовлетворять Азербайджан этими претензиями. Хотя сегодня Запад ведет секретные переговоры с Арменией на этой встрече, реальные результаты этого начнут проявляться через некоторое время вместе с их негативными последствиями. Запад пытается заново пережить секретный пакт Молотова-Риббентропа, разделивший Европу в 1938 году, и думает, что секретная встреча и переговоры с Арменией без участия Азербайджана могут что-то изменить на Южном Кавказе. Однако Запад забыл один важный момент. Геополитическая ситуация, которую они считали такой же, как в прошлом, осталась позади. Влияние президента Ильхама Алиева и его способность влиять на процесс теперь могут решительно предотвратить вмешательство иностранных сил в регион. Это, несомненно, служит решительной и принципиальной защите национальных интересов и позиции Азербайджана. Планы Армении по созданию напряженности в регионе путем объединения с Западом или другими силами больше не будут иметь никакого влияния.